Олимпийский совет Ульяновской области только начинает свою работу, а задач перед новой структурой уже немало. Восьми созданным комиссиям предстоит помочь региональному Минспорту в реализации основных направлений, главные из которых – подготовка членов сборных команд по олимпийским видам спорта. Вторая цель – борьба за рациональное расходование бюджетных средств. Необходимо провести анализ соответствия результатов и финансовых затрат спортивных федераций. Эта комиссия будет выявлять точки роста, барьеры, которые препятствуют, и выдавать на гора рекомендации. Что же надо сделать, чтобы какая-то федерация, какая-то группа очень активных тренеров, специалистов получили дальнейшее развитие и привели нас к олимпийским медалям. Для того, чтобы понять, как грамотно и более эффективно использовать этот финансовый ресурс, нужно сделать 6 или 5 позиций. Особенно в олимпийских федерациях и особенно по базовым видам спорта. Начнем мы с базовых видов спорта. Меньше результатов – меньше денег. Если федерация снизила свою активность, результаты пошли на спад. А финансы потребляет Рьяна. Именно рациональная система деления бюджетных ассигнований призвана стать хорошим стимулом для достижения реальных показателей. Глава регионального Минспорта отмечает, что необходимость создания Олимпийского совета назрела давно. Власть должна консультироваться с общественным мнением. Точек зрения очень много. Их нужно обсуждать. Их нужно, так скажем, свою позицию доводить, отстаивать. Поэтому мы подготовили соглашение между Министерством и Олимпийским советом Ульяновской области, в котором, соответственно, будут прописаны вот эти рамочные вещи. Восьми комиссиям Олимпийского совета предстоит разрабатывать конкретные предложения. Сегодня настало время выделить приоритетные направления. Работа предстоит непростая, но необходимая для развития спортивной отрасли региона. Артём Петров, Олег Тоньшин, репортер 73.